Руки и свобода лишился бомбист благодаря своему увлечению. Напомню, речь идет о Нижегородце Илье Романове. По версии следствия, два года назад он решил взорвать Нижегородский военкомат. Но в итоге от взрыва бомбы пострадал сам и лишился части руки. Илья Романов тогда уверял, что это была всего лишь петарда, но следователи обвинили его в настоящем теракте. А также выяснили, что он причастен к некой интернациональной преступной группировке, которая, например, в 2002 году устроила взрыв у здания Совета Безопасности Украины. Сам Илья Романов уже сидел в тюрьме под Донецком. А когда вернулся в Нижний Новгород, своим криминальным хобби заниматься не перестал. И в итоге попал под суд. Романов, решив совершить террористический акт, с этой целью изготовил два взрывных устройства. При испытании одного из них на территории лесопарка города Нижнего Новгорода произошел взрыв, в результате которого Романов получил увечие. Ему оторвало руку. Таким образом, он не сумел довести свой преступный умысел. И его преступные действия были пресечены. признать Романова Илью Эдуардовича виновным в совершении преступления. И назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Илья Эдуардович, сущность предавного срок порядок его в жаловании вам понятен? Позор в суду, выносящему неправосудные приговоры и помогающему фальсификаторам заметать оставленные... Я вам вопрос задал, Илья Эдуардович. Вам понятен сущность предавного срока порядка его в жаловании? Своё мнение к нему вы можете изложить в убийство не жалует. Понятно? Абсолютно, предговор незаконный, мы будем его обжаловать обязательно. Держите меня, держите. Держите меня. Жестство, беспределы. Спасибо.